Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о замерзших дворниках и экономии топлива по-корейски. Снег. Это такое явление, которое всегда приходит неожиданно, особенно зимой. Многие наши сограждане забывают посмотреть в календарь, а заодно и морально подготовятся к приходу холодов и прочих радостей зимнего сезона. Один забыл поменять аккумулятор, второй не сменил шины и беспомощно ерзает по сугробу. Ладно, пусть это будут их проблемы, что они не подготовились. А вот мы с вами давайте будем правильными водителями. У каждого автомобиля есть щетки стеклоочистителя. Зимой им приходится не сладко, ведь летящая на стекло коричневая гадость прибавляет им работы. Да и снег намерзает постоянно. Некоторые товарищи взяли себе в привычку поднимать дворники на ночь, мотивируя это тем, что они примерзают к стеклу и утром их сложно оторвать. Есть ли в этом логика? Скорее нет, чем да. Дворники-то, может, и не обмерзают, а вот стекло как раз обмерзает в любом случае. Кроме этого, если вы их поднимаете, вы со временем растягиваете пружину, которая прижимает резиновую часть к стеклу. Это не лучшим образом сказывается на эффективности очистки и может стать причиной всяких неприятностей. Поэтому бросьте это дело и просто наберитесь терпения. Современные отопители любую налить убирают за несколько минут. Власти Южной Кореи решили, что они на грани технической революции. Тамошние министры посчитали, что в повышенном расходе топлива виноваты зеркала заднего вида. Они даже вышли с инициативой об упразднении этого бесполезного, по их мнению, элемента. Что предлагается взамен? Оснастить все автомобили, выпускаемые в Корее, кучей камер заднего вида. Во-первых, это лишит автомобилей мертвых зон, ведь везде же камеры. Второй резон — уменьшение аэродинамического сопротивления. Ведь в современном автомобиле единственное, что торчит так далеко наружу, — это зеркала. Это, в свою очередь, должно привести к снижению расхода топлива. Особенно это касается грузовиков, с их огромными зеркалами, которые смотрят во все направления. Затея, конечно, хорошая. 21 век все-таки. Но вот сколько это будет стоить, корейцы забыли подумать. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин Территория машин Территория машин Территория машин